Теории заговора были одним из аспектов общества с самого начала записанной истории. В 19 веке, возможно, не хватало технологических средств для распространения теорий так быстро, как они распространяются сейчас. Но это не значит, что их не существовало. Но каковы были самые большие и популярные теории заговора 19 века? Это было временем бурного антикатолического и антиправительственного пыла. И эти теории заговора проникали прямо в суть того, чего боялись люди. Что их лидеры и их религии разрушаются изнутри. Сегодня я расскажу про самые дикие теории заговора 19 века, в которые верили люди. Не забывайте подписываться на канал, телеграм и группу ВКонтакте. Спасибо тем, кто поддержал выход этого ролика на Boosty и Donation Alerts по ссылке в описании. Итак, а это история по-черному. Поехали. Подпитываемые негодованием ирландских и немецких католических эмигрантов, антикатолические настроения были чрезвычайно популярны в Америке и Англии 19 века. Поддержку их предполагаемых заговоров возникла кустарная индустрия зловещей литературы. И, возможно, самым пугающим из них были ужасные откровения Марии Монг. В книге, написанной женщиной, которая утверждала, что она монахиня из Монреаля, утверждалось, что монахини религиозной общины госпитальеров святого Иосифа систематически подвергались нападениям со стороны священников. Если в результате нападения рождался ребенок, его крестили, а затем убивали и бросали в подвал. Несмотря на то, что книга вызывала массовый ажиотаж среди антикатолической черни, дальнейшее расследование показало, что это была мистификация. Мария Монг на самом деле провела большую часть времени, в которой, как она утверждала, была монахиней психиатрической лечебницы. Якобы написанный и принятый Конгрессом в 1873 году в попытке подавить порок, закон Комстока, названный в честь его главного сторонника, борца с пороками Энтони Комстока, запрещал отправку непристойной литературы и предметов аморального использования по почте США. И как вы думаете, почему? Это имело дополнительный и преднамеренный эффект действия в качестве заговора с целью помешать женщинам получить информацию о контрацепции и контроле над рождаемостью. Годы после Гражданской войны ознаменовались взрывом, основанной на Библии, оппозиции контролю над рождаемостью. А идея секса между супружескими парами или кем-либо еще, для чего-либо, кроме продолжения рода, рассматривалась как безудержное потворство своим желаниям без риска последствий. Эти законы были отменены один за другим, благодаря различным судебным разбирательствам. Но некоторые версии законов Комстока о борьбе с пороками позже были приняты в десятках штатов в 1960-х годах. Теории заговора о том, что масоны контролируют мир, были популярны в 19 веке, в 20, да и в 21. Большая часть этого гнева была вызвана убийством жителя Нью-Йорка Уильяма Моргана, который объявил о своем плане опубликовать книгу, которая раскрыла бы масонский заговор. Будучи бывшим масоном, книга Моргана, иллюстрации масонства, выставила бы секреты и ритуалы группы на всеобщее обозрение. За исключением секрета его таинственного исчезновения. По разным историям Моргана либо подкупили масоны, чтобы тот покинул страну, либо они же его похитили и утопили. Антимасонский пыл усилился после акта исчезновения Моргана и публикации иллюстрации масонства. В этой книге даже описывались потенциальные кандидаты в президенты страны. Книга «Доказательства заговора» описывает доказательства заговоров против всех религий и правительств Европы. Заговоры проводились на тайных собраниях масонов, иллюминатов и обществ чтения. Написанная в 1797 году Джоном Робисоном, она описывала Баварский орден иллюминатов как зловещую силу, нацеленную на устранение католической церкви и естественного порядка общества. Суть книги Робисона заключается в том, что иллюминаты были не только намного могущественнее, чем кто-либо знал, но и организовали французскую революцию с целью свержения монархии Франции. Труды Робисона и страх перед заговорами иллюминатов в целом стали чрезвычайно популярными среди высших классов и католического населения как Европы, так и США. Даже в 1848 году серия рабочих восстаний по всей Европе была насильственно подавлена отчасти из опасения влияния иллюминатов. Несмотря на то, что протоколы сионских мудрецов долгое время считались российской поделкой, они почти столетия служили оправданием антисемитских действий, подпитывая все, от теории Адольфа Гитлера до современных теорий заговора. Целью протоколов является документирование протоколов встречи еврейских старейшин конца 19 века, на которой они обсуждали свою цель глобального еврейского господства путем подрыва морали неевреев, контроля над прессой и подчинения мировой экономике. Все это традиционные антиеврейские тропы, которые разжигали страхи антисемитов по всему миру. Расследование, проведенное в 1921 году британской газетой The Times, показало, что протоколы были подделкой конца 19 века, составленной из больших фрагментов диалога в аду между Макеавелли и Монтеске, политической сатирой 1864 года французского писателя Мориса Жоли. Но, несмотря на это разоблачение, протоколы продолжали публиковаться, и даже сегодня их все еще можно найти в продаже. Немногие серийные убийцы сохранились в нашей культурной памяти, в отличие от Джека Потрошителя. Имя данное фигуре – терроризирующий район Уайт-Чеппелл в Лондоне в 1888 году. Однако то, что мы знаем, затмевает то, чего мы не знаем. Точно неизвестно, сколько женщин он убил, были ли все они убиты одним и тем же человеком, или кем мог быть Джек на самом деле. Несмотря на то, что традиционно считается, что его жертвами стали пять женщин, в то время в этом районе было совершено еще несколько других убийств, которые наверняка были совершены другим человеком. На самом деле под описание Джека подходили более ста различных подозреваемых, так что вполне возможно, что несколько человек работали сообща. Среди известных имен есть несколько художников. Отец Винстона Черчилля и автор «Алисы в стране чудес» Льюис Кэрролл. Кстати, на канале есть большой выпуск, посвященный Потрошителю. Посмотреть его можно вот тут. Наиболее известный как изобретатель азбуки Морзе и пионер в области телеграфной связи Самуэль Морзе был также яростным противником католицизма, защитником рабства и сторонником теории заговора. Морзе был глубоко вовлечен в интиммиграционные движения середины 19 века, зайдя так далеко, что безуспешно баллотировался на пост мэра Нью-Йорка под знаменем антимигрантской нативистской партии. Морзе хотел запретить католикам занимать государственные должности и выступал за изменение иммиграционных законов, чтобы ограничить иммиграцию из католических стран. Он также написал популярную книгу под названием «Иностранный заговор против свобод Соединенных Штатов», в которой рассказывается о папском заговоре с целью узурпации власти правительства США. Но, судя по всему, этого было недостаточно, и Морзе был убежденным сторонником морали рабства, полагая, что владение чернокожими людьми было божественным правом белых, даже несмотря на то, что у него самого рабов не было. Главный подстрекательский инцидент, который подтолкнул американцев к участию в борьбе за независимость Кубы против Испании, взрыв корабля «Мэн» в Гаване. Долгое время это считалось акцией под чужим флагом, проведенной либо правительством США, либо агентами, подчиняющимся газетному ворону Уильяму Рэндалфу Херсту. Уничтожение американского военного корабля и гибель более 260 американских моряков вызвали фурор патриотизма и военные лихорадки. И несмотря на двойственную позицию президента Уильяма Маккинли, страна оказалась втянутой в свою первую войну на чужой территории. Многочисленные расследования, как в то время, так и позже, оказались безрезультатными. И недавние свидетельства указывают на то, что «Мэн» затонул в результате внутреннего порохового взрыва, поскольку угольный бункер и пороховые погреба находились близко друг к другу внутри корабля. Антикатолический фурор в Америке часто кренился в предубеждении против иммигрантов, движении, называемом «нативизмом». Одним из ответвлений нативизма был Орден Звездно-полосатого Знамени ОССБ. Тайное общество, созданное в Нью-Йорке в 1849 году протестантскими рабочими во главе с Чарльзом Алленом. Орден стремился выразить протест против роста ирландской, римско-католической и немецкой эмиграции в Соединенные Штаты. Участники бережно защищали свою тайну и утверждая, что они ничего об этом не знают. Из-за этого их клемили «ничего не знающие». Нативистское движение «ничего не знающих» вмешалось в национальную политику и на какое-то время раскололо двухпартийную систему. Однако, как партия быстро разгорелась, так же быстро к 1860 году она распалась. Еще одной попыткой связать католицизм и язычество стала брошюра 1853 года «Два Вавилона». Позже опубликованная в виде книги и ее тезис состоял в том, что католицизм на самом деле является завуалированным продолжением языческой религии Вавилона и существует как продукт древнего заговора. Написанный шотландским теологом Александром Кислопом «Два Вавилона» претендуют на то, что проследить католические доктрины можно вплоть до книги бытия, в частности, до царя-охотников-собирателей Немрода. Кислоп также утверждал, что римско-католическая церковь была вавилонской блудницей, упомянутой в Откровении 17.5, и что сам папа действительно является прямым представителем царя Валтасара. Несмотря на то, что ученые утверждали, что у Кислопа было фундаментальное непонимание библейского происхождения, брошюра стала чрезвычайно популярной среди антикатолических групп. Вплоть до президентства Теодора Рузвельта небольшая группа влиятельных и богатых владельцев бизнеса вступила в сговор с целью монополизации своих интересов в сфере нефти, банков, угля, стали, железных дорог, говядины и зерна. Они уничтожили своих конкурентов с помощью установления цен, взяточничества, запугиваний, разорения профсоюзов и уничтожения малого бизнеса. Это позволило сконцентрировать огромное количество богатства в нескольких гигантских комбинациях, называемых трастами, которые были почти такими же могущественными, как правительство. Эти трасты были в конечном счете распущены в результате крестового похода Рузвельта, но многие из их компаний-приемников по-прежнему занимают свои соответствующие рынки. Вот такими были заговоры 19 века. Забавно, что некоторые из них дошли и до нашего времени. Вот так запускаешь какой-то слух, а в него верят на протяжении нескольких сотен лет. По традиции нашего канала давайте напишем в комментариях «Я не знаю ни о каком заговоре». Спасибо, что досмотрели до конца, не забывайте подписываться и оценивать ролик лайком. А это был Олег Черный, всем пока.